Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Гелезудинова и мой канал Делимся Опытом Взаимно. Кто еще не подписался на канал, подписываемся, жмем на колокольчик, смотрим и пишем комментарии. Сегодня вот такой будет ролик из индетерминатных томатов, которые я бы как бы отметила для себя, что они мне нравятся больше, чем другие. Ой, выбор какой был трудный, вообще очень трудный, потому что у меня все томаты очень хорошие, они мне все нравятся. И я даже не знаю, какие самые лучшие, здесь даже может еще и не так правдиво это, потому что мне очень много-много нравится. У меня 130 сортов томатов, и из них, может быть, с которыми я не подружилась, это два сорта. Ой, сорта 4-5, не больше. Ну и так, начнем с тех томатов, которые я бы, ну, отметила, что они вот вообще лучше из лучших. Это бычье сердце минусинское. В этом году я его не сажала, сажала в том или позатом, не помню, но были очень урожайные, красивые, крупные, сладкие. Ну, что сказать-то про минусинцев-то? Ну, это просто одно название, минусинские, об этом уже будет все сказано. Вот такой хочу томат показать, как хурма. Он такой оранжевый, действительно похож на хурму. Для дачников, у которых теплицы не очень высокие, он просто как находка. Из всех желтых, которые я пробовала, там Король Сибири, тоже желтый, крупный, у меня тоже семена есть, но вот этот вот слаще, урожайный, не так высокий, хотя и Король Сибири тоже не сильно высокий. Ну, вот я выбрала для себя вот этот вот томат как хурма. Очень достойный, хороший томат. Томат, я его все время сажу в рассаде на продажу, его любят покупатели. Так, томат французский гроздевой, первый раз в этом году его сажала. Кто со мной на канале видел, урожай зашкаливает, очень хороший. К засолке замечательные, они не такие мягкие, как фляшин, фляшин тоже очень урожайный, тоже коллекционный сорт, я его не показываю, потому что я выбрала все-таки французский гроздевой, он для меня получился, ну, как бы на мой вкус, лучше, чем фляшин, я в такие, как бы, фавориты его записала. Дальше, японка, вот каждый год его высаживаю, каждый год, и вот не знаю, в этом году высажу или нет, может даже и высажу. А почему я на распутье, да потому что у меня хочется много других протестировать. Но этот томат вообще чудо томат, вкусный, сладкий, плоды не сказала, чтоб сильно крупные, такие 250-300 грамм, ну, может чуть больше бывает, ну, хороший, очень сладкий, хороший томат. Космонавт Волков, тоже вот сажаю его уже год, два года подряд, я бы не сказала, что сильно много на кусте томатов, но они все крупные, сладкие, мясистые, вообще очень-очень хороший томат, я его тоже высаживаю каждый год. Первый год я сажала золотую рыбку, у меня еще есть золотой лимон, тоже коллекционный, очень хороший, урожайный, но рыбка мне понравилась больше. Вот, хотя ее и в магазине можно купить, эту рыбку, а золотой лимон не купишь, все-таки я выбрала золотую рыбку для показа. Ну, и вот здесь вот такие, как вельможи, сибирский сад, я вам показывала опять, повторяюсь, то самое на канале, я их сажала в рассадник и показывала. Вот вельможу, севрюгу, буденовку, любимый праздник, они у меня все росли нынче в рассаднике, урожай прекрасный, все сладкие, хорошие, сердцевидные, вот просто я вам их рекомендую. А любимый праздник, они очень высокие, пишут, что он как бы детерминатный, но в теплице он высоковато, все равно растет, что его можно же в таких теплицах не очень высоких поликарбонатовых садить. Ну, и 100 пудов, вот первый год я нынче посадила 100 пудов, и пузатахата, ну, почему-то пузатахата у меня пропала, я не могу сравнивать с пузатахатой, говорят, что они очень похожи. Но пузатахата, почему, было одно растение, и оно так себя плохо вело, я в итоге его просто вырвала и выбросила, я думаю, нет, пусть лучше место будет пустое. А вот 100 пудов, похоже с этой хатой, с пузатой, 100 пудов был чудо томат, не гибридный, но завязи ни разу не сбросил, в одинаковых все условиях росли, если другие, как сибирский тигр, там, ну, да много томатов сбрасывали завязи. Этот же ничего не сбрасывал, такие, урожайный томат на кусте было, да, много, ну, одним словом урожайный, я уже сказала, сладкий, вкусный и не очень крупный, такой, как бы, наверное, до 300 грамм, может, даже и не доходил. А вот 200-250 грамм, ну, это вот само то. Так что вот эти вот помидоры мне очень-очень нравятся, хотя я говорю, господи, что мне не нравится, у меня, говорю, столько томатов, и все-все, они мне нравятся. Ну, выбрала я, конечно, ну, что мне ближе, что мне больше понравилось. До свидания, с вами была Наталья.